В Иркутской области после сильных дождей произошло наводнение. Все о нем слышали. Погиб 21 человек. Судьба 14 до сих пор неизвестна. Больше всего пострадал город Тулун. В нем проживает 41 тысяча человек. Там наводнение затронуло 887 жилых домов, а всего в Тулунском районе задопило 1276 домов. Жители других городов, в том числе и Хабаровска, просят о помощи. Подробности расскажет Яна Карабицына. Вот это пригодится, конечно, я так думаю. Соцработник Красного Креста Ирина Хлебникова сортирует последние, поступившие перед самой отправкой, пожертвования. С начала июля через ее руки прошло не меньше тонны вещей. Самое необходимое, что хабаровчане отправляют пострадавшим от наводнения жителям Иркутской области. В гуманитарном грузе одежда для взрослых и детей, обувь и средства гигиены. Тунка такая, что человек может еще и тунку использовать. Уровень воды в реках Иркутской области поднялся на немыслимые до этого 14 метров. Подтопило 80 населенных пунктов. И хотя вода уже пошла на спад, она остается в половине поселений. Вещи многих безвозвратно утрачены. У некоторых уплыли даже дома. Этот груз, он уже с вещами, которые можно носить. Предметы первой необходимости – это постельное белье, подушки, одеяло. То есть то, что нужно здесь и сейчас. Первая партия из Хабаровска отправляется в Иркутск уже сегодня. На фуре вещи доставят через пять дней. Одновременно гуманитарная помощь поступает в пострадавший регион отовсюду. Шесть лет назад такие мешки отправляли со всей России для Хабаровского края. В 2013-м наш город получил больше 2500 тонн гуманитарного груза. Его принимали здесь и рассылали по всему региону. Гуманитарная помощь во время наводнения 2013 года позволила тысячам жителей Хабаровского края продержаться первое, самое трудное время. С помощью средств, перечисленных на счет Красного Креста со всей страны, оборудовали пункты временного проживания. Я была свидетелем, что еще целый год, даже полтора года люди приходили уже после вот этой трагедии, после нашего наводнения. Просто люди приходили и просили у нас помощь. Во вторую партию сотрудники Красного Креста собирают куртки для взрослых и детей, продукты питания длительного хранения, например, консервы и крупы, а также бытовую химию. Помощь будут принимать до 25 июля по адресу фрунзе 71. Волонтеры и работники просят приносить чистую одежду в хорошем состоянии. Яна Коробицына, Александр Марченко. Смотри Хабаровск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...